МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал «Видное ТВ» продолжает свою работу. И у нас сегодня в прямом эфире в гостях начальник управления по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского района Моисей Шимаилов. Здравствуйте, Моисей Исакович. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые жители района, ну и, конечно же, на гости нашего района. Мы неспроста собрались с вами сегодня, потому что мы накануне большого праздника, одного из самых любимых праздников видновчан, это День города Видное и Ленинского района. И в этом году весь праздник объединяет одна общая концепция под названием «Моя семья». Как появилась такая идея и почему именно такая концепция? Да, действительно, вопрос непростой, с одной стороны, казалось бы, почему вдруг. Но вы понимаете, Дмитрий, что любой праздник, любое событие, да еще такой праздник, как День района и День города, должны содержать в себе какую-то идею и концепцию. Вот уже второй год у нас существует такая творческая группа, которая собирается ежегодно, еженедельно по четвергам, и, прошу прощения, мы обсуждаем абсолютно все праздники, которые предстоит организовать и провести. Ну, это могут быть как праздники, как события, даты, абсолютно все. Начиная от Нового года, допустим, и включая открытие какого-то объекта. Или вот недавно мы проводили со всей страной 3 сентября, День солидарности с жертвами терроризма, и, ну, понятно, что это в память событий в Беслане. То есть абсолютно все обсуждаем и, соответственно, формируем некий сценарий. В этот раз мы задумались опять всей группой, а какая будет идея праздника. Понятно, что есть традиционная канва, но это, безусловно, шествия, концерты, выставки, мастер-классы, развлекательные какие-то площадки и прочее, прочее. Но должно же их что-то объединять. Ну, это родилась идея, опять же, после многочисленных мероприятий, как мы вместе с районом, с поселениями что-то делаем, мы приезжаем к ним на праздники. А здесь, само собой, напрашивается, что Ленинский район – это одна семья. Мы все одна семья, и все, что происходит в поселениях или в городе, в центре района, или какие-то районные события, они не могут быть только интересны тем, кто их организовывает и проводит. Наверное, они должны быть интересны для всех. Но это отсюда и Ленинский район – одна семья. Вот она идея, которая потом стала обрастать следующими такими шагами, как проект, как конкурс, который проводит библиотека, вы знаете, центральная, потом дирекция киносети, вот телевидение наше тоже конкурс. Все, что касается активизации и привлечения жителей, вовлечения их в эту историю, связанную с Днем района, ну и так далее, так далее. Многие, кто участвует, знают, потому что все это абсолютно в широком понимании публикуется и в газете, и на телевидении, в сетях. Так что активность есть. В общем, главная идея – объединить всех, чтобы всем было интересно. И теперь, чтобы было интересно нашим телезрителям, давайте перейдем к программе мероприятий. Что нас ожидает 10 числа, в субботу? Ну, надо сказать, что я уже перечислил, что есть традиционные какие-то мероприятия, мы от них не отказываемся, они будут, но концепция и сценарий, там сюжет во всех мероприятиях, абсолютно, которые запланированы, это семейные ценности. И главная идея – ну, это, конечно, сформировать семейный альбом, вот наш семейный альбом, вот по всем событиям и так далее. Вот прям буквально с самого утра начинается, ну, начинается молебен, как всегда, в храме Великого Мучения, Георгия Победоносца Святого Великого Мучения, соответственно, выходя от храма и двигаясь в сторону Советской улицы, тут огромная выставка предприятий, организаций, учреждений района со своей продукцией, со своими какими-то изделиями. Это тоже семья, да? Мы же вместе. И мы выходим уже на Советскую улицу, тут шествие будет в 11.00, начинается от АТС, вот, ну, по-советски, это, я так, условные, так сказать, обозначения, для людей будет понятно, от 48-го дома и вниз в сторону кинотеатра у камня основателем города и далее к микрорайону Солнечный Поворот, вот, вот, вся эта улица будет задействована, да. У камня, я как понимаю, будет, как обычно, торжественное открытие праздника? Ну, нет, немножко по-другому. С подиумом стоять будет, портер будет установлен для ветеранов, там, примерно, 70 мест, так сказать, потому что не такое большое место не позволяет, да, больше поставить. Но главное, чтобы ветераны могли спокойно сидеть и смотреть на все. Ну, и шествие. И вот шествие, уже здесь заложена такая интрига, как я, ты, она и он вместе Ленинский район. Ну, так сказать, немножко перефразировали. И здесь есть тоже такой, не очень, так сказать, обычный, может быть, покажется кому-то. Ну, с другой стороны, когда эта деталь выйдет на Советскую улицу, ну, ничего нового, да. Так сказать, надо уже понимать, раз мы формируем альбом, фотоальбом, должно появиться, должен появиться фотограф. Ну, как это будет выглядеть, не буду говорить. Во всяком случае, у тех, кто формирует сегодня вот эту, этот эпизод праздника, есть идеи, они уже сформированы, идет репетиция. Ну, и вот здесь все начинается отсюда. А вот торжественное, это, ну, это будет как открытие праздника, начинается с шествия. Ну, как обычно, да. Речей каких-то не будет, но будет шествие, будет комментарий. А вот дальше, после окончания шествия, уже к 12 часам, на большой сцене, которая будет установлена там же, за камнем. Как на 50-летие. За стеллой, да. Ну, как 50-летие, День молодежи. Там будет совершенно, так сказать, огромная сцена со всеми необходимыми оборудованием, аппаратурой, экранами. Ну, что говорить, там будет, так сказать, сформирован целый городок, да. И здесь вот и будет открытие торжественное и чествование тех почетных людей, ну, кто сегодня удостоен звания лауреата Ленинского района, почетный гражданин. И, значит, здесь же, после этого эпизода, мы хотим, как всегда, традиционно, пригласить молодоженов. То есть эпизод с молодоженами. Очень красивая акция была в том году, да. Ну, в этом году, достаточно сказать, что само шествие открывается интересной группой. Ну, подумайте, ну, что может быть, когда семья? Ну, с кого надо начать? С, собственно, с семьи молодожены и дети. Нет, не молодожены, а уже с семьи, которые уже есть, у которых есть дети. Ну, это все увидите. Ну, конечно, всех сюрпризов раскрывать не будем. А на сцене будут чествоваться, я уже сказал, какие категории людей, ну, и молодожены, которые будут расписываться в этот день. Тоже интересный эпизод. А дальше очередная идея. Все это перейдет в хорошую, вот три первые буквы, хор. Хорошая фотография. Ну, это, как мы ее называем на своей творческой группе, битва хоров, хоровое поле. То есть в этом году у нас в гостях, помимо тех хоров, что у нас есть, видны горки Ленинские, Молокова, Володарка, совхоз Ленина, Булатникова, ну, все наши хоры. К нам уже приезжают в гости с наших бывших территорий Московской, поселок Московский, Домодедово, Котельники. К нам приезжают соседи и приезжают даже из других краев. Достаточно сказать, что все это хоровое поле, весь это огромный сводный хор, но, во-первых, они будут выступать, естественно, со своими программами, а потом будет сводная часть, почти 350 человек. Ничего себе. Да. Поэтому приглашаю всех жителей, зрителей, всех, кто готов посвятить свое время, празднику, прийти, потому что нам очень хочется, чтобы количество зрителей на поле, на газоне, было гораздо больше, чем хоров, солистов, так сказать, на сцене. Но это я так в шутку, но, конечно, когда у нас будет 2000 человек в шествии, мы ничуть не сомневаемся, что все они будут и зрителями. Да, я думаю, и больше будет. Да, и больше. Тем не менее, вот битва хоров, очень хочется, чтобы вот в такой фестиваль, ну, в прошлом году мы попробовали как фестиваль театральных коллективов были у нас, правда, чуть меньше, чем в этом году хоров, но, тем не менее, вот есть, из Краснодара, из Калуги приедут, ну, вот интересное такое событие, и все это будет, всю эту программу будет объединять и вести Илон Броневицкая, наша землячка теперь уже много лет, и всего раскрывать не будут, но это все тоже интересно, все это будет потихонечку формировать семейный альбом, потому что абсолютно все эпизоды будут фотографироваться, материалы будут накапливаться, и все это будет потом на экранах демонстрироваться. И, конечно, это будет хорошей разминкой перед вечерним концертом, который все ждут. Ну, разминка это еще впереди, потому что после этого эпизода у нас на арену выходит клоун Алекс, ну, правда, он будет работать у центрального входа в кинотеатр на той площадке, потому что здесь мы уже все, наверное, и жители, и те, кто давно ходят на мероприятия, понимают, что надо готовить сцену к вечернему концерту. И здесь, конечно, мы приглашаем на программу, которая стала популярной в последний год, а у нас во дворе. Все, кто наблюдает за этой программой, знают, что по субботам воскресенье и воскресенье в микрорайонах новых, старых, во дворах днем клоун Алекс собирает детвору и проводит большую, интересную, развлекательную программу. И сегодня мы можем сказать, что он даже планирует выйти за пределы города. Это интересная программа, и мы планируем ее поддерживать. Поэтому в день города и в день района будет специальное время, час, когда он будет работать. Надо сказать, это пользуется популярностью. Ну, вот как раз... Каждым разом мы-то просто снимаем все эти мероприятия. Это тоже своего рода такая возможность переключить детей и людей на другую площадку, а здесь заняться подготовкой. Надо сказать, что во время работы хоров будет работать и наш знаменитый оркестр под управлением Глейхмана. Да, оркестр русских народных инструментов. И они вместе с хорами. То есть это целая программа. Программа хоров понятна, но там еще с ними оркестр. Тоже не буду раскрывать. У него есть своя задача, у хоров своя задача, у них есть сводный момент, так что общее будет выступление тоже будет, и так что приходите, но я не хочу все рассказывать. Самое приятное, что это будет живая музыка. Все будет живое, абсолютно. Оркестр, и вы представляете, какая задача сегодня ставит у нас, ведь оркестр надо подзвучить достойно, так сказать, звук, хор, сцена, у каждого должна быть своя площадка, специально для оркестра, мы делаем небольшой подиум ниже большой сцены на газоне, то есть, ну это надо понимать, на самом деле не все так просто строится, целая студия, как это, когда кино снимают на масс-фильме, там сняются целые города, у нас примерно то же самое, то есть, очень много всего интересного ждет, не хочу забегать, просто вперед, вот какие-то моменты, даже вечерний концерт построен по принципу семейных династий выступлений и известных артистов, которые не работают уже одни, а уже у них есть или дети уже, так сказать, в этом, в искусстве, да, выступают, или брат-сестра, так сказать, вот как с Бутманом, вы знаете, на джазовом фестивале в Горках Ленинске был не только Игорь Бутман, а его брат Александр Бутман, его жена брата, композитор там, Наталья, ну, то есть, кто был, тот знает, что почти уже многие коллективы сегодня это почти семейные династии, то есть, и даже на вечерний концерт, так или иначе, красной нитью будет проходить вот эта идея, и там же мы хотим почествовать двух наших известных спортивных таких направлений, два спортивных направления, как, мотобол, понятно, чемпионы стали в этом году, да, наша команда будем чествовать, и сейчас идет турнир, и знаменитый теперь для нас и для всего района и для весь мир Евгений Рылов, нас пловец, воспитанник бассейна «Дельфин», который на юношеской олимпиаде в Китае два года назад стал золотым чемпионом, призером, а в этом году в Бразилии буквально, так сказать, немножко не хватило до рекорда, так сказать, и бронзовым мы хотим обязательно, принародно вот такой эпизод тоже включить, ну а дальше будут некие шоу-элементы, которые, такие спецэффекты, которые сегодня не очень, мы здесь даже и никогда не делали, салют-то для всех понятно, а вот салют, да, то есть все будет спланировано так, чтобы зрителям, всем, кто жителям пришел, будет интересно, вот абсолютно, выставки, я же говорю, вот это все поле хоровое, плюс выставочное это поле, плюс другие площадки и спецэффекты завершат этот день в 23.00, так сказать, и я надеюсь, что это будет хорошая точка и хорошее настроение у наших жителей. вот еще насчет концерта, каждый год, когда на день победы, на день города люди приходят, горожане на вечерний концерт, все друг у друга спрашивают, а кто же будет выступать, и вот может быть сегодня мы откроем имена, в принципе, в этом году это не секрет. Мы уже секрета не стали делать, у нас и в афише уже, есть афише, печатается и в газете, и на телевидении у вас идет информация, и расклеена по городу, и в сетях выложена, ну, я уже сказал, да, Илон Броницкий, соответственно, кто может быть, или мама, или сын, да, но у нас будет сын, Стас Пехар. Бутмана я назвал. Тоже уже стал большим другом Ленинского района. Да, ну, у нас с ним совместный проект, и мы надеемся, он приживется, и в этом году, я когда был в Горках Ленинске, я столько жителей Гвидного видел, думаю, в следующий год там точно будет, уже в этом году места-то не было, целое поле надо теперь делать, чтобы вот джазовый фестиваль вместил всех. И такая известная группа, как Фабрика, которой мы тоже понимаем, что там тоже, как семья, три девчонки, и так далее. И Алексей Чумаков, который, ну, он будет, конечно, без Ковальчук, но тем не менее, мы тоже понимаем, что сегодня это семья. семья, семья, которая достойно, так сказать, на российской эстраде представляет свое творчество. и до нем у нас будет Глызин Алексей и Юлия Лесникова, которые со своим, со своей студией уже все знают, уже не первый раз они делают программы, особенно благотворительные, их, так сказать, программы известные, со студией Шаги. Ну, то есть, абсолютно все сегодня у нас так или иначе связано с известными фамилиями. Я думаю, каждый найдет что-то по душе. Конечно. А хочется спросить... Вы же обратили внимание? Эстрада, джаз, Ну, разные направления представлены. Да, разные танцы. Ну, все наши известные коллективы и звездные вальсы, и Тоддес, балет, ну, с Домодедову приедут коллективы, второе дыхание. Ну, ну, всем интересно. Одно интересно молодежь, другое среднему возрасту и так далее. Я думаю, что молодежи будет особенно в этом году интересно. Все дело в том, что в этом году активно молодежь начала проводить свои праздники. Единство улиц, территориальные советы молодежи. Вот как они будут задействованы? Ну, вы знаете, да, с прошлого года мы несколько лет подходили к вопросу создания молодежных советов и молодежного совета района. И вот, наконец, все это сдвинулось. Созданы советы, совет не только районные, но и территориальные. И они сегодня, я вам хочу сказать, не только большие помощники нам, но мы уже даже порой за ними идем, так сказать, за их идеями. И это тоже хорошо. Но когда-то мы тоже были молодыми и тоже пытались в городе что-то сделать. И иногда от нас отмахивались, иногда нам помогали. Честно скажу, что первые праздники и в том числе 25 лет городу видны, это надо было смотреть, как они идут, и как мы пытались тоже поднять предприятия, организации. И я теперь понимаю, что им-то тоже нужна помощь и поддержка. Нам-то помогали. Я вспоминаю, как первый раз тоже надо было подумать, а как подключать аппаратуру и как поднять нашу электросеть. На самом деле, сегодня у нас полное понимание. Мне кажется, даже порой, что молодежи сегодняшней больше везет. Мы прошли этот путь, и мы понимаем. Ну, конечно, им уже есть у кого спросить. Да. И даже вот День молодежи полностью они делали. И мы им помогали. Ну, понятно, что они набивают сегодня себе где-то, да, и шишки, да. Но, тем не менее, опыт-то проходит. И вот после Дня молодежи следующий проект, проект «Праздник улиц» в шестом микрорайоне, ну, и, соответственно, на всех ближайших улицах, Фокина, Купельника и так далее. И вот у кинотеатра «Искра» в прошлую субботу. И мы видим, что дождь никого не испугал. Ну, не целый день. Да, оба выходных были дождь. Да, и молодежь то тусовалась серьезно. И буквально, ну, мы там обещали и жителям, и полиции, что вовремя закончим. Мы закончили, как и обещали, в 9 часов. Но если бы мы продолжили, никто бы не шел. А дождь шел, а молодежь не уходит. Так что и программы интересные. Они сами выбирают темы, сами выбирают сюжетный ход какой-то. Мы, конечно, корректируем, подсказываем, помогаем. Но думаю, что все, что создано своими руками, своим трудом, будет цениться намного лучше. И желание дальше идти, желание привлекать родных, близких, соседей, это тоже много стоит, да, вот, чтобы приходили на праздник. Ну, в конце концов, это путь может быть более результативный. Ну, они, в свою очередь, уже будут понимать всю ответственность организации, какой-то опыт получать. Конечно, конечно. А поговорим о мотобольном турнире все-таки. Вы знаете, ну, этот турнир традиционный, придуман внутри мотобольного клуба и самым главным нашим мотоболистом, почетным гражданином, сослуженным тренером Советского Союза, Нефантим Валерием Георгиевичем. Он болеет душой, он 45 лет будет в следующем году мотобольному клубу. Считайте, все эти 45 лет он его, так сказать, поднимал. Да, генератор, вдохновитель, этот мощный мотор. И, конечно же, турнир, посвященный Дню города и района, турнир, посвященный 9 мая, это все его идеи, вот, и мы поддерживаем, каждый раз проводим и понимаем, что главная задача пропаганда здорового образа жизни, привлечения молодежи в спорт, это все-таки активизация жителей как-то, да, и пропаганда мотобола как такового. Мы же понимаем, конечно, надо поддерживать. И я помню, что вот буквально еще лет 10 назад у нас почти не оставалось клубов в стране, а сегодня Ставропольский край, Краснодарский край, Владимирская область Ковров, мы, ну, посмотрите, уже чемпионат России состоит из серьезной турнирной таблицы. А было-то 4 клуба, еле-еле, так сказать, мы, плюс Белоруссия, Украина, Литва, Голландия, Германия, Франция, ну, это все серьезно. Конечно, очень обидно, что не все партнеры приезжают, не все наши друзья. Есть, наверное, какие-то трудности и так далее постоянно, так сказать, это все-таки затратно, но мы всегда рады видеть наших гостей. Сегодня у нас команда из Белоруссии, и мы очень рады этому. И в основной состав этой команды молодежь, тоже хорошо, значит, у Мотобола есть будущее. И поэтому мы вот надеемся, что турнир все-таки мы победим, но нельзя вперед загадывать. Но сегодня идет тяжело, и не все, не всегда у нас складывается хорошо для нашей команды результат. Но мы надеемся, что еще два дня, десятого финал, приглашаю всех на финал, 15.00 финал, и в 16.30 церемония закрытия. Я хочу сказать, уважаемые телезрители, сегодня уже две игры прошло, приглашаюсь завтра, у нас также в 16.00 и 18.00 соответственно Краснодарский край Белоруссии, Ставропольский край Металлург, все игры идут, и определиться финалисты завтра, ну и соответственно послезавтра, после больших событий на хоровом поле, как я уже сказал, 15.00 мотобол, приходите, будем рады, и есть, конечно, неудобства, мы приносим извинения, я уже не первый раз в эфире извиняюсь, да, идет реконструкция, да, идет немножко тяжело, но уже сегодня переходим к завершающей стадии, там благоустройство, надо будет еще заниматься трибунами, но мы ввязались еще в одну историю, реконструкция хоккейной коробки, нам удалось попасть в программу Министерства спорта Московской области, и не хочется отказываться, раз есть возможность, пока здесь ремонт, тут мы ввязались в реконструкцию, и поэтому есть неудобства для зрителей, но все это направлено к тому, чтобы укрепить базу создать на стадионе хорошую инфраструктуру для занятий спортом. А когда ожидается открытие стадиона после реконструкции? Ну, в этом году хотелось бы до декабря все закончить, там, конечно, срок у нас официальный до номера, но, честно говоря, уж не буду, как нам говорит глава района, надо честно говорить людям, нам нужно внести корректировку в расчеты, которые были произведены по трибунам, мы сейчас занимаемся этим, мы решили подстраховаться, усилить трибуны, навес, навес, и для этого потребуется дополнительное время. Конечно, ну, лучше на месяц позже открыть, но открыть уже уверенным быть, что трибуны усилены, и нагрузка на навесы будет соответствовать нормам, чем, конечно, рисковать. Поэтому сразу прошу прощения у телезрителей, у любителей спорта, у тех, кто хочет, конечно, видеть стадион уже в законченном виде, но скоро это мы, конечно, закончим, но сегодня, к сожалению, к турниру, международному турниру по мотоболу, мы не успеваем, но безопасность превыше всего. Ну, тем более, лучше немножко потерпеть, зато потом радоваться уже готовому стадиону. Ну и вообще быть уверенным, что все это надежно. Да. А теперь давайте поговорим о событиях, которые будут проходить в воскресенье, какие мероприятия праздничные продолжатся. Ну, Дмитрий, если можно, я все-таки после мотобола скажу, если мы 7 сентября открыли мотобол, то сегодня мы открыли ежегодную традиционную выставку «Мир глазами земляков». Это выставка уже 7-я, вот я показываю. Здесь у нас абсолютно все, кто живет в городе, в районе, учатся в школе искусства, учатся в учреждениях образовательных, импульс гармонии и так далее. Ну, все наши. Во всех наших, да. Но надо сказать, что вот если кто-то в прошлом году не попал и очень мечтал, то в этом году попадает. Мы уже договорились, что каждый год мы будем давать возможность представить свои работы все больше тем, кто не был уже жителем нашим. Это же любители и есть и профессионалы, конечно, Миронову семья и так далее. Я вам хочу сказать, что я сам делаю открытие. Я знаю многих людей как музыкантов или как вот специалистов в каких-то отраслях. А они сегодня, если в прошлом году сеснялись, года два сеснялись, три, как говорится, сегодня они выставились и показали свои работы. И оказывается, у нас столько талантов. То есть, они приходят на выставку, смотрят, видят чьи-то работы и говорят, так, в следующем году я все-таки рискну показать свою работу. И вот сегодня проходите, увидите, сегодня мы сами увидели с удивлением, но с другой стороны с восхищением, с большой радостью, что это наши известные нам люди привезли свои работы, принесли и не боятся и не стесняются выступить. Пожалуйста, пожалуйста, смотрите, я с большим удовольствием посмотрел выставку и вот этот альбом, но вот столько интересного, приходите, уважаемые телезрители, жители города, района и посмотрите на своих земляков, что они могут делать. Где будет проходить выставка, где она проходит? Да, выставка, извините, в историко-культурном центре у нас пока что только это место, ну и, конечно, новая школа искусств, мы там тоже уже выставляем работы. И до какого числа работает? Ну, она будет до 23 октября, ну, у нас любая выставка, полтора месяца, ну, вы знаете, или два месяца, или полтора, мы на два-три дня никогда не делаем, вот, поэтому приходите и посмотрите. перейдем к одиннадцатому числу. Одиннадцатого сентября у нас насыщенный день, опять же, спортивный и культурно-развлекательный. Спортивная часть полностью стадион, начинается с 9.30, там, спартакиада по легкой атлетике, и переходит она в посвящение, футболисты, это мы так первый раз делаем, это самые юные наши футболисты, дети, мы их посвящаем вот в 10 часов, и начинается спортивный праздник, потом у нас товарищеский матч по футболу, команды, соседняя команда и наша районная администрация и актив, и котельники. В том году с Домодедов выиграли? Да, в том году мы их выиграли, пригласили их сделать реванш, они обещали все-таки собраться силами как-то приехать нас выиграть, но пока не к нам, пока едут котельники. Не знаю, чем закончится, но очень хотелось бы, чтобы наш праздник, наш праздник нашего района и города все-таки удача улыбнулась нашим. И мы переходим в открытый турнир Ленинского района по мини-футболу среди любительских команд, то есть вот поле будет с утра с 9 часов и до 17 абсолютно это будет праздник футбола. Так что приходите на стадион, потом мы на территории автошколы, школы ДСАФ, школьная улица, дом 79, а пройдут кубок района по фигурному вождению мотоцикла. Это тоже интересное зрелище, приходите в 12.00 увидите. Дальше у нас парки. Это тоже уже стала традицией. Если раньше у нас было всего два и мы проводили и майские праздники День города в Расторгуево и в Центральном парке, то сегодня у нас уже Тимхово. И если вы обратили внимание, потихонечку с прошлого года стоянка у Дворца спорта, вот открытая стоянка общественная автомобильная стоянка в этом году мы тоже ее задействуем. начну с парка. Центральный парк 12.00 опять же силами наших коллективов базовый это будет здесь Дом культуры Буревестник Молокова. У нас благотворительный концерт от сердца к сердцу. Я уже говорил, что мы несколько раз попробовали. Все деньги, что собираются идут на лечение больных детей. И здесь также эта идея заложена. Приходите, примите, пожалуйста, участие. На месте вы все узнаете, сейчас не буду говорить. Но во всяком случае был вот сюжет сейчас по телевизору Васильковый сад, да? Да, да. Вася Матавилов. Да, Вася Матавилов. Либо опять на продолжение его лечения есть еще один ребенок больной, вот сейчас мы решаем. Но во всяком случае все деньги, абсолютно информация до копеечки отчет идет, все пойдет в помощь на лечение этих детей. Тимоховский парк. Вы знаете, что мы позиционируем этот парк как такой, знаете, семейный, активный, такой, не очень активный, я имею в виду, так сказать, по шумности мероприятий. Поэтому там книжная карусель, литературная площадка, бардовская площадка, многофест сити, живая музыка, акустическая, ну вот такие зоны. Зона отдыха. где можно, но правда сразу по соседству с ним будет шумно. немножко будет шумно, но интересно для тех, кто любит экстрим, там будет и выставка автомобилей на стоянке А и фестиваль артистического фехтования. Это очень зрелищно. Кто знает, что мы проводили, конечно, один раз в фестивале клубов реконструкции, ну, в доспех и так далее. Здесь немножко другое, интересное, зрелищное шоу. Приходите, не пожалеете, в 12.00 стоянка А. Кстати, все три площадки начинаются в 12.00. и стоянка А, и вот дальше там будет... Рок-фестиваль там еще? Нет, не рок-фестиваль. Сначала еще будет экстрим-площадка, да, и фристайл, модфристайл, и там какие-то показательные выступления всех. Ну, проходите все это, я даже не хочу передавать, потому что это надо вот видеть. Мы назвали экстрим-фест. Вот. И все это потом, после 15.00, там мы ближе к вечеру начинаем рок-фестиваль. Несколько команд, одна из команд будет приглашена, это помимо наших. Мы не люблю, а вот как-то говорить. Открывать все карты сразу. все карты, но, честно говоря... Ну, скажем так, одна достаточно известная группа. одна известная группа. ну, в принципе, скажу. Хорошо. Да, для любителей. Группа Калевала, она очень интересная, посмотрите, кто не знаком. Это фолк, да, но понятно, что в определенном стиле современном и так далее. Это интересная группа, так что и вся эта программа перейдет в часовую дискотеку. То есть, если здесь мы начинаем в 12, то заканчиваем в 10 вечера это вот на этой площадке. Ну, и остается еще одна площадка, Расторгуйский парк. Начинаем там в 17.00, одновременно там будет молодежный квест. Кстати, квест сейчас стал популярным, мы проводим его периодически, и те, кто занимается, знают эту и тему, знают все, проходите, поучаствуйте. А дальше вот наше учреждение Виндовской дирекции киносети, в том числе и Дмитрий, вы, ваши коллеги, вся наша киносеть и телевидение подготовила программу вместе с управлением культуры, которая называется фильм, фильм, фильм. Все мы прекрасно знаем, что год кино, вот, и вот много мероприятий было посвящено в этом году, года кино, и вот эта программа это будет полностью построена концертная программа на произведениях из кинофильма, песни, музыка и так далее. Проходите, интересно, опять же, наши коллективы, наши исполнители, которые очень сегодня любимы и поддерживаются нашими жителями, вот эти наши исполнители, я их не перечисляю, но много, проходите, посмотрите, это очень интересно. Вот два дня насыщенных абсолютно. Действительно, есть из чего выбрать многообразие. Теперь у нас поступают вопросы от телезрителей, время, к сожалению, неумолимо близится к завершению эфира, но один вопрос успеем задать. Нас спрашивают, как продвигаются дела с реконструкцией дома культуры. Этот вопрос очень всех волнует и очень часто нам звонят на телевидение, задают его. Я понимаю, да, но я про стадион уже сказал, дела идут, слава Богу. Вот, я хочу вообще сказать, что в преддверии дня города и дня Ленинского района можно абсолютно смело сказать, что Ленинский район сегодня лидирует и нашему главе Олегу Владимировичу Хромову не просто почти 20 объектов, часть из них за счет бюджета, часть за счет инвестора. Буквально, если мы раньше перед днем города, ну, иногда даже искали, что какой-нибудь сквер или что-то открыть, да, были, ну, к сожалению, не так много денег, чтобы, то сегодня у нас школа в Тарычево, в микрорайоне вторая школа обрела новое здание, школа десятая в микрорайоне вот шестого, да, завидная, школа Дрожжино, детский сад Дрожжино, Бутово парки, поликлиника, после реконструкции на поселке Развилка Кораблик, да, перечислять сложно, только успеваешь дооткрыть. Конечно, хотелось бы, чтобы этот объект тоже когда-то в преддверии очередного праздника открылся, но мы же понимаем, что дело не в празднике, а в том, что очень качественно сделать ремонт, тем более у Дома культуры реконструкция. Напоминаю, и мы приобретаем почти полторы тысячи квадратных метров. Сегодня мы видим, кто интересуется, что сохраняются не только старые декоративные элементы, фасады и внутренние, да, интерьера, мы еще стараемся в пристройку сделать, в стиле. и, конечно, я уже говорил, что по контракту строители должны закончить работу в следующем году, у них абсолютно никто их не торопит, но они взяли на себя обязательства, поставили электронное табло и хотят закончить буквально в этом году. Я, правда, очень их прошу все делать качественно и не спеша, но мы понимаем, что средства выделены надо осваивать и очень хочется надеяться, что они слово сдержат. До конца года мы закончим объект, ну и, честно говоря, пора коллективам возвращаться в родные пенаты и занятия проводить в новых условиях. Ну, будем стараться, будем стараться. Правда, по этой программе, вы знаете, у нас очень много объектов и в том числе школы искусственной развилки. Тоже долгожданный проект, надеемся, что мы его... Мы вообще не то, что надеемся, мы уверены, что мы в этом году его сдадим. И там тоже сегодня мы сменили подрядчика и они работают ну, в несколько раз, даже в десятки раз лучше, чем предыдущие. Надо было, наверное, давно это сделать. Ну, что делать? Сегодня жесткие условия, которые диктует закон, не позволяют нам быстро кого-то на кого-то поменять, провести какие-то процедуры. Это проблема. Но мы уже с уверенностью смотрим в будущее. Сегодня очередная программа губернатора по реализации, так сказать, ремонтов и прочего содержания военных городков. А у нас там гарнизонный клуб офицеров Петровска. Опять же, приняв полномочия от поселения, мы должны продолжить ремонт Дома культуры Буревестник. Но много планов. Абсолютно. И мы надеемся, что проведя на хорошем уровне праздник День Ленинского района и День города Видны, перейдя на следующий этап, у нас еще выборы, следующее воскресенье. Но вот как бы то, о чем я говорил, один праздник на одном мероприятии, за другим. Но тем не менее, реализация проектов по реконструкции и ремонту объектов никто с нас не снимал. И мы будем ими заниматься как бы немножко сейчас один-два дня переходим на праздник и там опять к стройкам. Но это же хорошо, что столько объектов и мы не успеваем обо всем поговорить. И в заключении эфира вы можете поздравить с наступающим праздником всех видновчан. Конечно, безусловно. Я сегодня очень много говорил про этот праздник. Конечно, я и с большим удовольствием поздравлю уважаемые телезрители, уважаемые видновчане, уважаемые жители района и гости. Все, кто приехал недавно, живет, еще даже не успел прописаться. Хочу вас поздравить с замечательным праздником прекрасного района и прекрасного города, Ленинского района, города Видного, Видновского края. И сказать вам, что вы, кто особенно переехал в город и в район, сделали правильный выбор. Это удивительный край, это удивительная история нашего края и замечательные люди. И мы надеемся, что, влившись в нашу семью, вы станете не только полноценными членами, но вы будете активными членами, будете также принимать участие в мероприятиях, праздниках и будете вносить вклад в красоту, в развитие благоустройства Ленинского района. Удачи вам и здоровья! Спасибо большое, Моисей Исаакович, что нашли время на встречу. Увидимся, я думаю, на празднике. Спасибо. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся на экранах телеканала Видное ТВ. Всего доброго и до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok